Всем привет! Немного новостей с поляны и из-за периметра. Начну с самой главной новости вчерашнего дня. Ермакова и Чистов стали мужем и женой. Надя взяла фамилию мужа. Давайте еще раз поздравим Надежду. Молодец, преодолела все трудности. Большого ей семейного счастья и ребеночка обязательно. Звездный визажист Мадина сделала Наде звездный макияж. Эра Ермаковой закончилась, ликовала невеста. Едем тусить. Многие пишут, что Надя красотка. Платье просто шикарное. Все хорошо, если бы не одно но. Платье абсолютно не сочетается с букетом и с костюмом жениха. Цветы и костюм гармонируют между собой, но платье живет отдельно, само по себе. Вот пишут, костюм жениха разочаровал полностью. Какой-то он мятый, театральный. Но он был куплен к майской свадьбе и показан в эфире Дома-2. Не пропадать же добру. С другой стороны, свадьба Надина. И только ей решать, как одевать своего мужа и как выглядеть ей самой. Ребята покатались на лимузине, погуляли по Архангельскому. И пусть весь мир подождет, пишет Надя. Сегодня только о любви. Потом была свадьба в ресторане с родными, друзьями, рекламодателями в том числе. Ведущим был Степан Валерьевич Менщиков. Среди гостей были замечены жена и дочка Степана, Ангелина и Степания, бывшая участница проекта Аня Брянская. А теперь о выходке чистого на свадьбе. Даниэль пошутил и вместо подвязки бросил в толпу друзей и рекламодателей нижнее белье своей теперь уж и жены, ее трусики. Жених веселился, приплясывал от радости, ведь розыгрыш удался. После свадьбы молодые рванули в аэропорт. Они летят в Шарм-эль-Шейх, египетский город-курорт. Уставшие, но довольные, ребята опубликовали последнее видео перед взлетом воздушного судна. Новый день они встретят в теплом райском месте. Будем и дальше наблюдать за жизнью Нади и Даниэля. Ну и интересно, не станет ли 15-летняя разница в возрасте им помехой. Наде, как вы помните, 38, а Даниэлю всего 23. Возраст ведь дает свое. Сможет ли Надя соответствовать молодым запросам и потребностям мужа? Сможет ли он стать ей надежной опорой во всех планах? Ну а что же интересного на поляне? Тигран Салибеков, который получил окончательный отказ от Юли Белой, заселился с Кариной в отдельную комнату. А вчера на ночных посиделках Тигран отмечал приезд бывшей жены на поляну. Салибеков приставал к матушке Ане Самониной, танцевал для нее приватные танцы. Салибекова рассказала о своем приходе на Дом-2. Как всегда, столько эмоций. Я пообщалась и с Клавой, и с ее мамой. Они очень гостеприимные. Даже дали мне налобное шубу, так как я не рассчитала с одеждой. А поехала я, чтобы восстановить свою репутацию. Тигран меня публично оскорбляет, называет мошенницей. Он вчера рыдал, лил слезоньки. Говорил, что я не даю ему видеться с детьми, хотя он недавно гулял с Багратом. Я увидела его в очередной раз и поняла, что до него не достучаться. Он столько гадостей наговорил мне налобным, сколько мне еще придется пройти. Новенькие участники решили бороться с дедовщиной на поляне. Они восстали, главным был Роман. Выселили всех одиночек из отдельных комнат. Перенесли, например, вещи Алины и Ордан в женскую. Но с Владом Дубровским не справились. В итоге Роман Рогатин был Владом слегка побит. Алина и Ордан потерялась в большом городе. Алина не ходила на работу несколько дней, не отвечала на звонки. И ребята даже обратились в полицию, чтобы начать поиски. Но по самым последним известиям с поляны девушка уже нашлась. Новенький Иван Синцов, который ухаживал за Иордан, переключился на Клаву Безверхову. Но Клава хочет вернуть отношения с Артемом Грантом и ждет его возвращения на поляну из Белоруссии. Кристина Бухенбалте стала часто подменять ведущих. То Велолобный, сейчас ведет Тетты. Видимо, из нее решили сделать полноценную ведущую. Ну и Кристина опять отравилась. Такие истории бывают с ней часто. Меня сильно трясло, тошнило. У меня начались панические атаки прямо в ванне. Я вся тряслась, плакала. Хорошо, Ваня зашел, случайно увидел мое состояние и уложил меня спать. Я проснулась, он сделал мне бульончик. Он у меня просто золотце. Сейчас тошнота прошла, но голова просто раскалывается на части. К Максиму Колесникову пришла из-за периметра новенькая девушка Оксана. Пока только в качестве гостей. Под камерами ей некомфортно. Александра Шева стала актрисой. Ее можно увидеть в топ-лес в третьей серии сериала «Жизнь по вызову» в компании других достойных актеров. Мне поступает много вопросов, я это или не я. Да, это я. Приятного просмотра. Как я могла согласиться на такие съемки? Мне хорошо заплатили. Андрей Денисов. Штрих. Женился. Вот такую он выбрал себе подругу жизни. Навсегда с тобой, пишет. Катя Горин и Алексей Безус подумали и решили не продолжать отношения. Катя летит на поляну, а Алексей вот рассуждает, что ему делать дальше. По итогу Катя от меня отказалась и купила билеты обратно в Москву. Таня не хочет иметь со мной ничего общего. Что-то не то с моим характером. Какой-то он сложный. Я все время обижаю людей. Видно, вселенная намекает мне, что нужно побыть одному. Таня Репина пишет, что не может смотреть на все это безобразие. Она идет вперед, не оглядываясь. Но если Безус приползет обратно, то, возможно, и простит. А еще вот администраторы говорят, что проект покинули две участницы Наташа и Арина. Ушли с концом. Это все новости на данный час. Подписывайтесь, будем сплетничать. Субтитры сделал DimaTorzok